Это колонка редактора на репортере. Я, Виталий Хемий, говорю о том, что не кажется важным, а важным уже является. Мэрия задумала оптимизировать общественный транспорт. Точнее, не так. Не сам общественный транспорт, потому что, когда мы слышим оптимизация, общественный транспорт, еще что-то, у нас сразу в голове возникает картинка. Режут, уберут, сократят. Ну, не совсем так. Оптимизируют сеть пассажирских перевозок. Объясню, в чем дело. Давайте на самом простом примере. Те, кто не пользуются элитными такси, а до сих пор вынужден передвигаться по городу общественным транспортом, а именно маршрутками, не раз замечали картину. Приходите на остановку, тут столпотворение желтых элементов. Тех самых гробов на колесах у нас так называют автобусы марки «Эталон», «Богдан» и другие еще. Не буду делать им антирекламу. Чиновники тоже на это обратили внимание и подумали, какой-то непорядок. У нас маршруты накладываются и едут по одному направлению. На самом деле они не так уж и долго едут. Они едут всего лишь несколько остановок. Затем каждый идет своей дорогой, а пассажиры идут своей. Вполне разумное решение для развитой инфраструктуры, для каких-то европейских городов, где действительно ни один район города, я подчеркиваю, ни один, не остается покрытым сетью пассажирских перевозок. Я не говорю маршруток, а потому что в развитых городах, за пределами Украины, такого понятия, как маршрутка, если и существует, то не в том виде, в котором вы сейчас видите на своих экранах. Дело в том, что если и говорить об улучшении, дробь оптимизации, то для начала нужно хотя бы заменить этот самый общественный транспорт, чтобы люди смогли нормально уехать, чтобы у них была гарантия, что они если вот сядут, да, то они сядут, они будут ехать стоя, прижавшись друг к другу, что в период пандемии, вы сами все знаете, это не очень приятное ощущение, когда 65 человек передвигаются в транспорте, который по документам может вместить 40, ну не больше. Вот с этого нужно начинать оптимизацию, когда на смену минивену, так называемому, да, на самом деле не минивен, но все равно не очень удобному автобусу приходит нормальный, с хорошей вместимостью транспорт. Казалось бы, в прошлом году и эту проблему начали решать. Вы помните, как один народный депутат и городской голова соревновались друг с другом, кто же все-таки привез, подарил в кавычках, городу 20 или больше хороших немецких автобусов. Было несколько сюжетов на эту тематику, автобусы выстраивались яркой, красивой колонной, и казалось бы, вот началась та самая реформа общественного транспорта. Наконец-то жители поселка Котовского, а затем и всего города смогут передвигаться в нормальных условиях. Тогда можно говорить и об оптимизации. Все эти можно не пускать по одному и тому же направлению несколько номеров маршрутных такси. Но нет, прошло несколько месяцев, и те самые «дареные» автобусы исчезли с наших дрог. Часть автобусов ушли на коммерческие маршруты. Вы, наверное, видели бесплатные пассажирские перевозки в крупные торговые центры. Крупный торговый центр наверняка заплатил приличную сумму, и автопредприятию гораздо выгоднее сотрудничать на таких условиях, чем перевозить людей по 7, 5, даже 10 гривен. И вот здесь можно было бы развить эту тему оптимизации сети пассажирских перевозок. Но количество автобусов не увеличилось. С началом карантина, это был март, месяц уменьшилось. Народный депутат, я не буду называть его фамилию, здесь несколько его вина, столько он, может быть, взял на себя лишнее и потом просто не может тянуть этот вопрос, контролировать и депутату, и городской власти. Теперь стало быть интересным. Количество автобусов было сведено к нулю, количество маршруток тоже уменьшилось. И вот на этом фоне, на фоне якобы ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте, мы заговорили об оптимизации. Человек может уехать, допустим, из аэропорта в любую точку города. В центр города, в спальный район города. Из нашего аэропорта можно уехать разве что в инфекционную больницу или в онкодиспансер. Я не шучу, просмотрите, замечательный 117 маршрут. Может мы начнем оптимизацию вот с этого места, ворот города, визитной карточки, чтобы показать пример, что мы можем организовать доставку пассажиров, доставку гостей города в разные места нашей Одессы. Но даже наши молодые депутаты, которые работают в транспортной комиссии, они скептически оценивают эту ситуацию. Они считают, что человек, который приезжает в аэропорт, вполне способен уехать на такси в любую точку города за 200-300 гривен. Но это как-то не по-европейски, согласитесь, когда в нормальном развитом государстве, в европейских городах из аэропорта можно даже городской электричкой уехать. Ну, городская электричка, Одесса, это из области фантастики. Ту же идею оптимизации перевозок попадают и так называемые остановочные комплексы. Новая информация появилась совсем недавно, в городе появится несколько десятков таких остановочных комплексов, нам их показали. Красивые такие будочки, можно посидеть, можно спрятаться от дождя. Но зачем мне приходить на остановку и сидеть, спрятаться от дождя, если мне легче прийти на остановку, зная, что транспортное средство, да, общественный транспорт приедет в конкретное время. Опять же, я уже привожу там десятый раз пример разных европейских городов, когда на остановке висит расписание, которое неукоснительно соблюдается. У нас расписание, точнее его соблюдение отсутствует в принципе, вот поэтому я возвращаюсь к началу нашего своего монолога. Поэтому мы видим на остановках столпотворения желтых элементов, которые не соблюдают расписание, потому что если бы расписание соблюдалось, то мы бы знали, что такая-то маршрутка приедет в 14.30, а такая-то в 14.32 и проблем никаких не будет. Некоторое время назад у нас вроде бы начали решать эту проблему при помощи установки электронного табло. Модно, красиво, современно. Ну, зачем кнаться за тем, что дорого и за тем, что не всегда работает? Я ничего не имею против электронных табло, но вспомните, как они работали на конечных остановках трамвайных маршрутов. Во-первых, туда не помещались все маршруты. Во-вторых, табло работало само по себе, а трамваи приезжали совершенно в другое время. Достаточно просто распечатать лист формата А4, указать точное время, указать точный интервал. Если расписание по каким-то вопросам меняется, менять этот лист, и все будут довольны, все будут счастливы. Ну, опять же, в наших реалиях, когда в руководстве транспортного департамента, не знаю, как сейчас, сейчас там происходят реформы кадровые, в том числе, были в свое время специалисты, которые не могли дать точный ответ, а сколько же перевозит в день тот или иной маршрут, сколько же чистыми зарабатывает. Чистыми, я сказал слово чистыми, мы не можем сказать даже эту сумму, поскольку в Одесском общественном транспорте до сих пор не действует безналичная система расчета, а когда речь заходит о внедрении электронных билетов, тут же возникают противники этой идеи, заявляя о том, что какая-то конкретная фирма лоббирует этот электронный билет, ничего хорошего города для этого не будет. Возможно и так, но из-за всех этих споров мы по-прежнему в развитии общественного транспорта, город-миллионник, курортная столица Украины, стоим на месте. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете ломиться в забитую маршрутку. Это была колонка редактора на репортере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова